Я приветствую молодежи! Молодежь тех, кто участвует и в Бразилии, и за рубежом, и миром Божьим. Очень чудесно говорить к молодежи, к новому поколению. И тема наша сегодня – служение, вера и подготовка труженика. У нас есть… простите, мы делаем ударение в эти последние дни на предыдущих семинарах. Мы говорим, вы сопровождаете, да, в библейских школах все это. Это пророческий момент. И всегда напоминаем, что пророчество, оно очень важно. Оно всегда было важной, но особенно сейчас, для церкви в это время. Есть фраза, которую мы очень часто повторяем. Это не моя фраза, я повторю ее снова. Фраза, она следующая. Верная церковь, истинная церковь – это та, которая идентифицирует в Слове Божьем пророческое время, в которой она живет. Я видел совсем недавно, просто для вступления я говорю, то, что Жузис представил, Жузис – друг наш, да, сотрудник, он журналист, он преподаватель университета, он знает хорошо все это, он хороший труд совершает. Но я смотрю, я наблюдал, сидел, все то, что он показывает. И я вспоминаю, когда я пришел в церковь, здесь у меня даже света еще не было, здесь лампы горели. Я был молодым тогда тоже, и я смотрю, что сегодня происходит. И я вспомнил фразу, пастор Жона сказал, прежде чем он отошел к Господу. Я был молодой, он звал меня Тимофей, потому что я молодой человек, который сопровождал его. Он посмотрел на меня, и я вспомнил сейчас, он говорит, Амадео, ты увидишь такие вещи, которые я не увижу. Ты увидишь, куда эта работа дойдет. У нас такая маленькая группа была, такие незначительные мы были. Но тогда он сказал это пророчество. Я думаю, куда мы можем прийти? Посмотрите, проект пророческий Божий, он чудный. Он чудный. Все то, что происходит здесь сегодня, то, что было показано здесь, это не для того, чтобы кого-то превозносить, а показать вам, молодежь. Как все это пророческий. Все эти материалы, материальное, но отражает оно духовное. И вы, молодежь, я хочу сказать, завтра вы будете вместо нас здесь. Если Иисус не придет до этого, вы, молодежь, будете пасторами, вы будете, девушки, вы будете, женами пасторов, вы будете вспоминать обо всем этом. Вы скажете, слава Иисусу. Это чудесно, потому что работа, она пророческая. Я хочу вернуться к нашей теме. Поэтому слово сегодня для вас, молодежь, оно направлено на вас, потому что наследство, оно от Господа, оно не мое. Я являюсь частью, и ты являешься частью наследия. Наследие, оно и для вас. То, что Дух Святой совершает среди нас. Поэтому у нас столько борьбы, столько трудностей восстает. И Библия говорит об этом. Итак, мы будем говорить о служении. Павел говорит Тимофею, молодому человеку Тимофею. Здесь он был молодой. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству. Я помню о моем переживании, опыте. Мне было 19 лет, когда Бог проговорил. Я не очень понимал. Я не хотел быть пасторем. Я видел трудности, которые пастора проходили, заботу их. И я не хотел. Но однажды Господь проговорил мне через слово. И я удивился весьма. Не не ради о пребывающем в тебе даровании. Есть пророчество. Потому что служение в этой работе, пасторское служение, оно пророческое. Оно не академическое. Это не просто от знаний какого-то или даров каких-то естественных из-за института. Мы не против знаний. Мы не против ничего этого. То, что мы говорим, что служение, оно пророческое. И так есть две важные вещи в служении пророческом. Павел говорит Тимофею, оно пророческое. Оно дано по пророчеству. И вся работа Духа Святого, оно пророческое. Пастор Жидалтий говорил эти дни. Я сижу, наблюдаю. Посмотрите эту недвижимость. Все это пророческое. Я помню. Про Дакоста 4. Мы не могли купить участок, пастор Жидалтий сказал. Он очень дорогой. А моделл ничего не понимает. Просто в кавычках. На следующей неделе пастор Жеру пришел. Я видел видение. Там был ангел, указывал и сказал, Жидалтий, ты не мог упустить этот участок. Эта работа, она пророческая. Итак, служение наше, оно является частью этого пророческого. И вы, молодежь, вы подготавливаетесь, чтобы понять с глубиной все это. Потому что завтра служение, которое будет в твоей жизни. Или сестра твоей женой пастора, ты поймешь. Ты должна понимать, что Дух Святого делает в этом чудном проекте. В этот особый момент, который Церковь переживает. В работе все пророческое. С возложением рук Пресвященства. Давайте мы взглянем здесь. Вера и пророчество. Вера – это водительство Духа Святого. Поэтому она связана с пророчеством. Ты ожидаешь, ты ждешь. Почему? Потому что вера, она ведет. Вера – это проявление благодати. Благодать – это Дух Святой. Когда вы теряете это, вера исчезает. Вы выходите из пророческого. Когда вы выходите из пророческого, ты вступаешь в разум. А нам это неинтересно. Нам интересно пророческое. Потому что призвание веры, оно связано с пророческим. Поэтому Дух Святой в этот час совершать. Иногда вы даже не замечаете, да? Есть приготовление к служению. И мы иногда даже не замечаем, как мы подготавливаем мы к служению слова. К пастырскому служению, да? Как люди говорят, да? Я некоторые вещи не должен был говорить. Но в работе есть некоторые особые вещи. Когда я пришел в работе, я был приведен человеком. Он больше не с нами. Он ушел из церкви. Мы изучали, мы подготавливались поступать в институт, сдавать вступительные экзамены. И семья была там такая, которая начинала тоже в церкви, в этой работе. И я заинтересовался в девушке, которая была дочерью в той семье. Она была уже из церкви. И я из мира был. Я приходил заниматься. Она заметила, что я заинтересовался ею. И я подошел к ней и начал говорить. Она говорит, я знаю, что ты хочешь сказать. Я говорю, что ты хочешь? Ты заинтересовался мною. Она говорит, открыла слово о тебе. Я говорю, ты открыла что? И открыла слово Божье, Библию. Я не понял, что такое открывать Библию. И что? И текст, который Господь дал мне, не возвращайся в Египет. Я говорю, а Египет ко мне какое отношение? Ты что, не знаешь, что такое Египет? Я говорю, нет. Египет – это прообраз мира. Я говорю, ну что плохого в этом мире? Ты из мира, а я не из мира. Я говорю, какое это отношение вообще имеет? Я ничего не понял. Но меня это начало беспокоить. Да, ну посмотрите, интересная вещь. Там уже был процесс. Там уже началась подготовка. Я не знал еще, ничего не понимал. Но что-то во мне началось меняться уже. Поэтому иногда Господь приготовляет нас. И мы будем говорить об этом, о браке. Брак не может быть смешанным. Почему? Не подвязайтесь. Потому что, как это у вас предвзятость к людям из мира? Нет. Бог хочет проект совершать в семье с пророческими намерениями. Это уже начинается в формировании. В самом раннем стадии. Потому что, когда я познакомился с этой девушкой, ей было 17 лет. И она мне уже такие вещи говорила. Что я из мира, она не может со мной встречаться. Итак, подготовка к служению. Зависимость. Да, ваша. Зависимость от чего? От слышания голоса Божьего. Ты научаешься быть зависимым от Господа. Потому что вы научаетесь понимать, что такое духовные вещи. Провозить разницу между тем, что от Бога, а что не от Бога. Вы научаетесь послушанию. Все это Дух Святой начинает совершать в вас, пророчески указывая на служение. Потому что для нас, у нас нет академического образования. Это передача наследия. То, что Дух Святой совершает с нами. В нас. То, что я научился от Ионы. Пастора Иона. От пастора Бахуса. И все это передается. Познание доктрины. Очень важно, чтобы молодежь в этот час знала доктрину. Знала учение. Потому что доктрина. Она не рождается каким бы то ни было рациональным способом. Она не персонализирована для каждого человека. Или подпись какого-то человека. И мы научаемся этого. И вы, молодежь, научитесь. И запомните. Запишитесь. Потому что завтра вы будете пастором. И вы будете вспоминать. Доктрина. Она. Это состав элементов. Запишите. Это состав элементов. Девушки, вы тоже запишите. Вы напомните мужу, если он забудет. Доктрина. Это состав элементов. Который исходит из Слова Божия. Посредством действия Духа Святого в теле. Таким образом приходит доктрина. Так мы ее понимаем. Это не доктрина церкви Маранафа. Это доктрина, которая в слове. Заложена. Которую мы познали. Через действия Духа Святого в теле. Это важно. Потому что вы будете приготовлены к этому. Я повторюсь. Эта доктрина, она была рождена в теле. Итак, что ты делаешь, когда ты действуешь в теле? Ты научаешься ревновать о доктрине. Заботиться. Да? Почему вы будете заботиться о доктрине? Потому что вы знаете. Вы научитесь. Каким образом она была дана. На последнее собрание я сказал. Я здесь был на Манаиме. И пастора, которые приехали. Не как мы сейчас. Пастора, которые были здесь. Молодежь. Когда я пришел в самом начале. Первые встречи, которые здесь происходили. Пасторы постились не до 9 часов. А весь семинар. Без еды. В начале семинара кушали. И кушали только в конце семинара. Семинар был 3 дня. В течение 3 дней здесь они были в посте. Таким образом доктрина была дана. Пастора 1. Бог дал откровение, чтобы сказать пастору, который он был водителем грузовика, чтобы он перестал паститься. Потому что Бог уже ответил. Он работал водителем грузовика. Не ел, не пил 5 дней. Были братья и сестры, которые постились 72 часа каждую неделю в течение 3 лет. Один брат пришел ко мне, что они там были на встрече какой-то. Там шашлыки делали, попу-колу пили. И о новых вещах, о доктрине воскресной юбилейской школы, что нужно изменить. Я говорю, вы стоите, мясо едите за столом и обсуждаете доктрину, которая была дана через посты 72 часов в 4 утра на молитве предрассветной. Молодежь, ревнуйте. Это наследие, которое Бог дал нам. Доктрина не была дана каким бы то ни было образом. И он уже в вечности. Пастор Багус в вечности. Многие уже отошли. Некоторые скоро отойдут. Но скоро мы будем все вместе, потому что мы победим кровью и словом. И это доктрина, о которой вы будете заботиться, ревновать, потому что вы являетесь частью этого. Она не моя, не Жидалти, не Жилбехту, не совет, она Духа Святого. И у нас был доступ по благодати к этому наследию. Не чудесно ли это? Вы привилегированные люди. Испытания. Конечно же будут испытания. В материальной жизни будут испытания. В профессиональной жизни. Возможно. Но вы не будете побеждены. Знаете почему? Потому что они победили. Иоанн видел вас уже в вечности победившим. Я не буду сюда вздаваться. Он сделал нас служителями Нового Завета. Что это за Новый Завет? Хлеб и вино. Тело и кровь. Показывает собой, что письмо Христово через служение, написанное не чернилами. Он дано способности быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буквы убивает, а Дух животворит. Бог показал нам в самом начале. Кровь и тело, и Слово. Почему кровь и Слово? Кровь, Слово, хлеб, который есть тело. Который говорит о Троице. Кровь говорит о Духе Святом. Слово оно от Отца. И тело говорит о Сыне. Эта доктрина привела нас до сегодня. И это доктрина Нового Завета. Почему? Потому что служение в этой работе, оно пророческое. Если оно пророческое, оно не буквы. Служителями Нового Завета не буквы. Но Духа. Посредством действия Духа Святого в теле. Почему? Потому что есть пресвятерие, есть тело. Да, оно способно быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Потому что буква убивает. Буква – это отсутствие Духа Святого, отсутствие откровения. Здесь у вас разум пользуется. И вся борьба в этот час, она в этом против пророческого. Почему против пророческого? Молодежь, знаете, почему против пророческого? Когда тебя выводят из пророческого, тебя вводят в поле разума. Аннулируют пророческое и уводят вас от истинного проекта. И служение, оно пророческое. Потому что оно больше, чем жизнь. Какая жизнь? Это материально проходящая жизнь. Потому что это проект для вечной жизни. Очень просто. Дальше. Какова функция пастора? Сначала нужно понять. Тело, кровь и слово. Это то, что дало нам направление. В самом начале мы не понимали это. Но сегодня мы понимаем. Все это в Слове Божьем записано. Это не просто опыт церкви Маранафа. И многие понимают сегодня, многие приходят, спрашивают, и Бог дает им переживания. И так вы научитесь, что служение, оно зависит от правления, от дисциплины. Во всем Библии об этом написано. Правление и дисциплина. А чье правление? Правление Духа Святого. Почему? Потому что служение нового завета. И если это новое завет, то это тело. А кто управляет телом? Это глава. А глава только управляет, если кровь функционирует в этом теле. Иисус только глава, если Дух Святой действует в этой церкви. Поэтому вам нужно понять это. Правление и дисциплина. Почему дисциплина? Потому что тело, оно взаимодействует. Оно слушается. И вы увидите, как это происходит. Печень не мешает почкам. Почки не мешают. Желудку. Все это взаимосвязано. Поэтому изолирующий себя согрешает. Отчуждающий себя согрешает. Это слово об этом говорит. Поэтому посмотрите внимательно здесь. вопрос. Вопрос. Когда обещание веры, оно преломляется. Все то, что я сказал о доктрине пророческой. Когда Бог дал тебе направление. Когда Бог дал тебе пророчество. Когда Бог тебе дал подготовку. Привел тебя в направление одно. Ты заключил завет веры. И когда ты преломляешь этот завет веры, которым Бог тебя пророчески приготовил и призвал. Нет две пророческие линии. У Бога нет две линии. Линия она одна. Бог тебя привел до сего места. И ты преломляешь этот завет. Есть другой завет? Когда вы преломляете, разрываете этот завет веры. Есть другой завет? Я ни о ком не говорю сейчас конкретно. Я говорю о том, что библейский. Мне нужно даже веру, чтобы понять. Библия говорит, что нет другого. Вера, она держится, испытывается на характере человека. Верная церковь ранее умирала на аренах, на крестах, на кострах. Отвергла веру? Нет, конечно. Но костер это страшно. Но несмотря на это, они не отвергли. Это была вера. Поддерживала, двигала. Но здесь интересные вещи есть. Вера, она жиждется и испытывается на характере человека. Говорили здесь о Моисее, о Иисусе Навине. Это были люди, которые имели переживания. Они были посвящены. Характер это фундаментально в жизни человека. Вера, она не остается в сомнительном характере. Если у тебя нет твердости посвящения в том, что материально, как ты будешь за духовное отвечать? Когда вы разрываете завет, вера не остается в сомнительном характере. Потому что, когда человек разрывает завет, я повторюсь, не существует другого завета веры. Когда человек разрывает завет с Богом, открывает путь для Антихриста. Почему? Давайте поймем. Когда человек разрывает завет с Богом, он открывает путь для Антихриста. Почему? Потому что, когда он разрывает завет с Богом, он отвергает все то, во что он верил до того момента. Все то, что он говорил, он отвергает. Весь завет веры, все посвящение веры. И Библия показывает, что эта ситуация, это тоже своего рода проект. Поэтому, когда человек разрывает завет с Богом, он открывает путь для Антихриста. Он отвергает все. Следующий. Труженик в этот час. Простите. Труженик в этой работе. Ему нужно понимать. Глубоко понимать. Три основные доктрины, которые нас помогли вначале. Кровь говорит о Духе Святом. Слово, оно от Отца. И тело сын. Эти три базовые доктрины, они основополагающие. Дух, Слово и тело. В служении. Слово, это очень важно. Потому, что служение должно быть зависимое. Оно не может быть независимым, изолированным. Служение пастырское, оно зависит от тела. Поэтому я повторюсь. То, что Павел говорит, когда он пишет во втором послании к Коринфянам. Он призвал нас к служению Нового Завета. Почему он говорит, что служение Нового Завета? Новый Завет – это то, что Иисус совершил в день, в вечере. Что он сделал? Он взял хлеб и вино. Когда он берет хлеб и вино, люди говорят, вам нравятся метафоры. Да. Да, метафоры. Хлеб – прообраз чего? Хлеб – Иисус сам сказал, это тело мое. Это прообраз тела. А вино – метафора. Да, Иисус сам сказал. Это кровь Нового Завета. Это тело и кровь. Тело и кровь. Живое тело, когда в нем кровь циркулирует. Если кровь не циркулирует, тело умирает. Переносим это на церковь. Церковь – это тело. Но кто действует в этом теле? Это Дух Святой. Это и живое тело. Когда Дух Святой действует в этом теле, что происходит? Правление, оно Христово. Служение Нового Завета. Оно зависит от чего? Оно зависит, откуда он пришел. Потому что он пророческий. Он пророческий. Он пришел под действием Духа Святого. Где? В теле. Пресвятерие – это тело. Это Новый Завет. Поэтому в этой работе, в том, что Господь дал нам, к чему нас Бог призвал, и может призвать завтра тебя. И это посвящение, которое вы делаете, когда вы встаете на колени и получаете молитву с возложением рук. Оно пророческое, с участием тела. Когда вы разрываете этот Завет, вы разрываете то, что Иисус сказал Петру. Если вы что-то развяжете на земле, будет развязано на небесах. Почему он сказал это Петру? И он повторил это Петру после воскресения. Что он ему сказал? Что Иисус сказал Петру? Когда ты был молодым, ты свою волю исполнил, а теперь другой поведет тебя. Пости овец моих. Пости овец – это служение Слова для тех, кто ведом другим. Кто тебя будет вести? Голова твоя? Нет. Я помню, брат один в церкви Вилавели был. Он до Ионы всегда докапывался, придирался. Он говорит, я здесь, чтобы не слышать человека здесь. Я, чтобы здесь услышать голос Духа Святого. Он повторял эту фразу. Однажды Иона позвал его и сказал, Бог дал откровение, что самый большой слуга человека – это ты. Он говорит, ты что, Иона? Я – слуга человека, да. Почему ты говоришь это? Потому что Бог открыл, что ты слуга себя самого. Ты слуга себя, своего разума, своего мозга. Ты самый большой слуга человека. Ты говоришь, что ты не здесь, чтобы служить человеку. Ты служишь здесь самому себе. Ты, а слуга Божий говорит, уже не я живу, а Христос живет во мне. Это служение Нового Завета. Я рассказываю об этом молодежи уже в заключении этого нашего слова для молодежи, даруя наше свидетельство и говоря молодежи следующее. Вы привилегированные люди. Я пришел в самом начале, много было борьбы. Вам это не нужно. Вам нужно только одно. Ревновать об этой доктрине. Любить эту доктрину, она не наша, она Духа Святого. Жить этой доктриной. И дать продолжение доктрине, работе. Потому что Иоанн уже видел в вечности сослужение. Или сёстры. Он видел вас уже. И знаете, что он сказал? Что ему было сказано? И они победили. Вы, молодежь, победили. Знаете, как вы победили? Не слушая советов извне, победили словом и кровью. Победили кровью и акцией словом. Да благословит нас Господь. Это и есть наш опыт. Дух Святой, Утешитель. Посети народ Твой благодатью и любовью. О ветер, дующий в садах Божьих. Излей силу свою. И распространись среди нас благоухания небес. Господь продолжает благословлять молодежь Твою в этот час. В конце этого семинара мы молимся о Тебе во имя Иисуса. Аминь. Пять минут перерыва. К последнему занятию. Мир Божий, братья и сёстры. Мир Божий, братья и сёстры. Мир Божий, братья и сёстры. Субтитры подогнали Симон.